Здравствуйте, друзья! Рад всех приветствовать! Меня зовут Алексей Печи. Сегодня 8 мая на календаре и мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. Начнем, как всегда, с преамбулы, ну а потом уже будем раскладывать все по полочкам. Оккупанты усиливают так называемые эвакуации, а по факту депортации украинцев с оккупированных территорий на юге нашей страны. И вот после сообщения о вывозе людей из Энергодара, сегодня оккупанты усилили так называемую эвакуацию из Токмака Запорожской области. Вместе с тем в главном управлении разведки рассказали, что оккупанты и коллаборанты в Крыму тоже начали активно выезжать в Россию, но продолжают рассказывать местному населению, что все идет по плану. Хотя даже в Белгородской области россияне почему-то объявляли воздушную тревогу. Очевидно, что такое поведение оккупантов связано с приближением контрнаступления ВСУ. И вот по этому поводу в Институте изучения войны заверили, что Россия не способна проводить скоординированные оборонные действия по всей линии фронта. И вот именно поэтому, как объясняют эксперты, главарь боевиков Вагнера Пригожин и террорист Кадыров устроили вот этот спектакль с якобы выходом наемников из Бахмута. Мол, таким образом, понимая, что на всех снарядов не хватит, Пригожин пытался выбить для себя побольше, чтобы попытаться как-то продержаться в то время, когда другие участки фронта могут посыпаться. Кроме того, в ГУР добавили, что активное комментирование Пригожиным предстоящего контрнаступления ВСУ – это еще и начало политического расслоения России. Ну а тут еще и так называемая власть непризнанного Приднестровья, понимая, к чему все идет, вдруг призвала Кремль перебросить побольше российских войск в оккупированный регион Молдовы. Однако, чтобы не расшатывать ситуацию на России еще больше, как пишет британская разведка, Кремль придумал метод, как набрать побольше пушечного мяса, не объявляя новую волну масштабной мобилизации. Вот подробнее обо всем этом мы с вами дальше и поговорим. 94% украинцев считают, что диктатор Путин – это современный Гитлер. Таким образом, можно утверждать, что отношение украинцев к руководителю Российской Федерации полностью однозначно. Результаты опроса сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, были опубликованы в центре Разумкова. И вот это очень символический опрос, потому что сегодня мы вспоминаем всех жертв Второй мировой войны. И сегодня же воюем против еще большего зла, которое пришло на нашу землю. Однако сегодня, по данным опроса, около 92% украинцев верят в победу Украины в этой войне. При этом сегодня мы можем увидеть такое невероятное единение украинцев, потому что по результатам опроса не наблюдается вообще существенных региональных отличий. Оказалось, что жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором. Это вот очень важный момент. Ну и сегодня, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, президент Владимир Зеленский заверил, что сегодня мы возвращаем нашему государству честную историю без каких-то там идеологических примесей. Потому что именно 8 мая большинство народов мира вспоминают победу над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьей жизни унесла эта война. И именно 8, а не 9 мая, вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Поэтому сегодня президент Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект, который предлагает установить 8 мая, Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, Ну а 9 мая предлагается отмечать День Европы. Зеленский заверил, что между Второй мировой и современной войной России против Украины есть очень много параллелей, но угроза пришла, как говорится, с другой стороны. Но как тогда украинцы боролись против зла, так и сегодня. Как тогда мы вместе с союзниками уничтожали врага, так и сегодня. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром. Как и тогда, так и сейчас мы точно победим. Обратился сегодня к украинцам и глава украинской разведки Кирилл Буданов, который в очередной раз заставил очень сильно бояться россиян, в очередной раз их напугал. Значит, Буданов заверил, что победа Украины над агрессором, она неоспорима и за каждое военное преступление будет месть. По словам Буданова, развязав войну, россияне видели свой имперский проект как конец украинской истории, но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, с железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров и, что самое главное, тотальным всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа. Слировательно, отмечает Буданов, Украина не просто победит, но еще и отомстит за все те беды, которые принесла Россия на нашу землю. И вот здесь я прямо приведу цитату Буданова. Мы стоим крепко, боремся и живем. Победа будет нашей. А за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим. Российская Орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле. Ибо ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрашимую силу духа и могучее и отважное войско. Но прямо сегодня Украина готовится и к контрнаступлению, и сейчас есть насущные вопросы как по нашей способности наступать, так и по поводу поведения оккупантов на оккупированных территориях. В частности, в Главном управлении разведки уверяют, что после провального зимнего наступления россиян в Кремле возникла паника, и режим Путина пытается спасти ситуацию. Сегодня представитель ГУР Андрей Юсов уверяет, что серия перестановок в верхушке российской армии прежде всего как раз и связана с провалом так называемого вот этого большого зимнего наступления РФ, России, которая, собственно, ничем так и не закончилась. То есть все вот те цели, которые были озвучены Кремлем зимой, в частности, задачи по оккупации украинского Донбасса и выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, провалены. Бои за Бахмут, которые стали катастрофическими с точки зрения потерь живой силы и техники для россиян, продолжаются. Собственно, колоссальная вот эта пиар-компания по большому наступлению закончилась с точки зрения результатов совершенно никудышным мшиком. И вот, по словам Юсова, все перестановки в России продолжаются и будут продолжаться, поскольку там ищут крайних и виноватых. И парадокс, правда, в том, что в данной ситуации ответственность несут как раз те люди, которые ставили перед этой российской армией, те цели, которые невозможно достичь и выполнить. Конечно же, они не будут этого признавать, но, тем не менее, ищут кого-то виноватого, на кого это все списать. Кроме того, Андрей Юсов считает, что заявление главаря боевиков Вагнера Евгения Пригожина о наступлении в ВСУ, вот это постоянное его комментирование, является в частности частью подготовки российских элит к жизни после поражения в войне с Украиной. Именно поэтому Пригожину так активно комментирует предстоящее наступление в ВСУ. По словам Юсова, вот такие люди, как Пригожин, если что-то говорят, то говорят они не только от своего имени, но и от имени своих покровителей, которые позволяют подобные заявления и подобные речи, тем более в этой авторитарной стране. Мол, сейчас часть так называемой политической элиты России рассматривает разные сценарии, в том числе и планирует какую-то жизнь после поражения в войне с Украиной. Соответственно, все вот эти заявления Пригожина, это еще и подготовка к тем самым поискам крайнего в будущем. И Пригожин просто ищет путь, вот как себя обезопасить. Именно поэтому и кричит о планах якобы выхода из Бахмута. С другой стороны, в Институте изучения войны заверили, что весь вот этот спектакль Пригожина и Кадырова с якобы ротацией в Бахмуте одних боевиков на других был направлен на то, чтобы действительно нажать, надавить на так называемые Минобороны России. А вот тот факт, что в Кремле пошли на уступки боевикам, указывает на то, что Россия не в состоянии осуществлять, что важно, согласованную оборонительную кампанию по всей линии фронта. И вот это очень важная для нас деталь, особенно на фоне контрнаступления. Теперь объясню. Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что 6 мая Кадыров написал письмо, в котором просит диктатора Путина как-то повлиять на министра обороны Сергея Шойгу и главу Росгвардии Виктора Золотова, чтобы те санкционировали перебрасывание кадыровцев на оппозицию вагнеровцев на бахмутском направлении. В то же время здесь важно, что перебрасывание кадыровцев из других участков фронта, не новых каких-то, а те, которые уже, к сожалению, находятся на нашей территории, представляло бы риск для российских оборонительных линий, риск, на который ни Герасимов, ни Шойгу, ни Путин не очень-то хотели идти. Потому что подразделения кадырова, они были замечены раньше в районе Белогоровки, вот на линии Сватова-Кременная, и в Запорожской области. И, соответственно, их уход с этих позиций и перебрасывание на бахмут могли бы очень сильно подорвать оборонительные усилия РФ перед украинским контрнаступлением. И вот в Институте изучения войны считают, что под давлением Герасимов и Шойгу все-таки выделили вагнеровцам боеприпасы. Но вся эта ситуация указывает на то, что эффективно защищать всю линию фронта оккупанты не способны. Приведут статуи сводки Института изучения войны. Очевидно, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские войска в Украине. Несмотря на то, что он является номинальным командующим всем театром военных действий. Герасимов, вероятно, пытался взять под свой контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023-го, но потерпел неудачу еще до того, как весной потерял благосклонность Путина. Потребность Герасимова вести переговоры с подчиненными командирами и способность этих командиров давить на него свидетельствует о том, что проблемы в системе подчинения оказывают существенное влияние на способности российских военных проводить согласованные операции в масштабах всего театра военных действий. То есть, проще говоря, Герасимов вроде как бы и такой типа главнокомандующий оккупантами в Украине, но по факту какой-то Пригожин, какой-то Кадыров, которые номинально считаются какими-то там командирами отдельных типа подразделений, могут диктовать ему свои условия. Им абсолютно плевать на то, что он якобы какой-то командующий. По логике он должен указы раздавать Герасимов. А по факту Кадыров и Пригожин приходят и говорят, что мол, Пригожин, вот делай так, как мы говорим. Поэтому, как отмечают аналитики, вся эта ситуация еще больше ограничит способность российских войск проводить согласованные операции, которые охватывают разные зоны ответственности. Это хороший сигнал, то, что там вот этот, извините, срач происходит и они начинают выяснять отношения между собой. С другой стороны, как говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Чреватый, все вот эти заявления Пригожина свидетельствуют о его отчаянии реально, потому что он взял на себя неподъемные обязательства по захвату Бахмута и украинские силы уничтожают личный состав россиян, в том числе и вагнеровцев, которые некем пополнить, потому что даже заключенные понимают, что это билет в один конец. И вот, кстати, по поводу мобилизации пушечного мяса на России, британская разведка приводит интересную деталь. Российские военные вербовщики нацеливаются на рабочих мигрантов из Центральной Азии в России для отправки их на войну в Украину. Таким образом, Кремль хочет отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию. Ну и, как отмечается в сводке, вербовщики уже посещали мечети и иммиграционные службы. И вот в этих иммиграционных службах сотрудники, которые говорят на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов на войну. Этим мигрантам предлагают деньги и ускоренное обретение российского гражданства от шести месяцев до года вместо обычных пяти лет. То есть больше там в пять или в десять раз быстрее получите гражданство, если пойдете сдохните на войне против Украины. Вот единственное условие. Говорят, подпишите контракт, идите на войну и вот тогда вам все эти плюшки. Вот приведу дальше цитату из сводки британской разведки. Этих новобранцев отправляют на украинские передовые, где очень высок уровень потерь. Вербовка мигрантов является частью попыток Министерства обороны России выполнить свою цель – 400 тысяч добровольцев для войны в Украине. Власти почти наверняка стараются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутреннее инакомыслие. Вместе с тем, в ожидании контрнаступления ВСУ, оккупанты все чаще объявляют о так называемых эвакуациях, ну а по сути о депортации украинцев на оккупированных территориях. В частности, в генштабе ВСУ сегодня сообщили, что в Запорожской области российские захватчики во временно подконтрольном им Токмаке вывозят представителей оккупационной администрации и коллаборантов, а также заставляют местных жителей уезжать из города в направлении Бердянска. Вот они и из Энергодара, и из Токмака всех в Бердянск пытаются. То есть, по сути, оккупанты в первую очередь вывозят именно коллаборантов и граждан, которые сотрудничали с интервентами. На автозаправках в Токмаке уже наблюдаются очереди за бензином, а при этом россияне уже заявляют всем водителям, что новых поставок бензина не планируется. Вот выгребайте все, что есть, а мы, извините, сваливаем. В то же время в ряде городов оккупированной части Запорожской области, по данным генштаба, оккупанты уже закрыли свои там учреждения, отделения полиции и так далее, и поуничтожали документы. То есть, в Запорожской области там большой у них шохер, они действительно, конечно, часть этих заявлений об эвакуации, это еще и попытка показать, что якобы они там вообще полностью оттуда уходят, но с другой стороны, какая-то часть действительно бежит оттуда. В то же время, по словам представителя главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, представители оккупационных администраций и коллаборанты бегут еще и из Крыма, но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану, все хорошо, вот не переживайте. А в частности, Юсов обращает внимание на то, что каждый раз, когда силы обороны Украины демилитаризируют от оккупантов украинский полуостров, там наблюдаются много километровые пробки на выезд из Крыма в сторону Москвы. Приведут статую Юсова. Если говорить о более узкой группе, руководстве оккупационных администраций Крыма и командовании, то они уже в основном позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло, вывезли даже за пределы Российской Федерации, ну или, по крайней мере, на территории Москвы. То же касается и условных элит, бизнес, политические, военные, все они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану. В то же время в Российской Белгородской области сегодня местные власти заявляют о так называемом массированном обстреле со стороны ВСУ. Вот якобы под атаку попал город Шебекино. Там сегодня почему-то вот включали сирены, сигналы воздушной тревоги. И вот по словам местных властей, в городе в результате якобы обстрела, выбиты окна и повреждены балконы, якобы даже есть пострадавшие. Речь идет о четырех людях. Но все равно эти же власти говорят, нет, все идет по плану, все хорошо. Вместе с тем, почему-то, почему-то, непонятно почему, запаниковали еще и в так называемом Приднестровье. Вот это незаконно, непризнанное Приднестровье попросило Россию увеличить количество так называемых миротворцев на оккупированной территории Молдовы из-за, как они говорят, ухудшения рисков безопасности. Так называемый глава представительства Приднестровья в Москве Леонид Монаков заявил, что в настоящее время в Приднестровье осталось около 450 российских военных, вот которые там на дежурстве. А по каким-то там документам их должно быть больше трех тысяч. И вот это чудо, вот этот Монаков, значит, просит Кремль увеличить численность российских войск на территории Приднестровья. Здесь, конечно, возникает логический вопрос, как именно Кремль хочет или может перебросить в Приднестровье дополнительных оккупантов. Вот как? Ну, через Украину, конечно, нет. Может они как-то через Румынию, а потом Кишинев пропустит? Ну, наверное, тоже нет. Может они хотят какой-то десант высадить? Ну, так крейсер Москва им может подсказать, что может случиться с этим десантом и с этими самолетами или кораблями, которые подойдут на пусковые рубежи. Вот. Очевидно, что как бы сделать россияне этого не могут. Ну, физически не могут. А потому они придумали новый механизм и угрожают мобилизовать россиян, которые ныне проживают на территории Приднестровья. Опять же, это вот очередная такая попытка России создать новую опасность на границе Украины, чтобы оттянуть наши силы. С другой стороны, это еще и страх потерять контроль над Приднестровьев, и поэтому они сейчас начинают там накачивать эту ситуацию. Тем более, тем более, уже 1 июня в Кишиневе будет очень большой саммит. Саммит, который, започаткував, основал. Основал Эммануэль Макрон. Это вот такой формат расширенного сотрудничества Европейского Союза с теми странами, которые либо хотят вступить в ЕС, либо дружественные, скажем так. Вот. И 1 июня там будет этот огромный саммит. Уже заявили о том, что там будут 40 лидеров западных стран, а будет вся верхушка Европейского Союза. Ну и понятное дело, понятное дело, что вопросы того, как же обеспечить мир в регионе, они касаются в том числе и того, чтобы Приднестровье как бы освободить. А вот. Поэтому, возможно, и по этой части почему-то вдруг в Кремле начали нервничать и выдавать вот эти абсурдные заявления о том, что в Приднестровье нужно увеличить количество так называемых миротворцев. Опять-таки, повторюсь, как? Ну, это большая загадка. Это уже такая попытка надувать щеки, что-то там угрожать, рассказывать. Вот. А в то же время Украина продолжает подготовку к контрнаступлению. И вот сегодня президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На ней, в частности, обсудили данные о последних последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и о том, как мы их преодолеваем. Ну и, кстати, сегодня ночью по Киеву расисты запустили 45 беспилотников шахет, 45, 35. 35 беспилотников шахет, все эти беспилотники были сбиты. И это еще один случай, когда у нас стопроцентный результат поражения вражеских беспилотников. Кроме того, были обсуждены возможности усиления защиты населения объектов гражданской и критической инфраструктуры. Кроме того, обсуждена была оперативная ситуация на фронте и планы россиян на ближайшее время. Об этом, ну, разведка отчитывалась. Кроме того, в ходе заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны вооружениями и боеприпасами и состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад, которые готовятся к наступлению. Ну и отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов на нужды украинской армии в текущем году. Вот. Это касается в том числе и планов Европейского Союза о поставках миллиона снарядов. И, кстати, они уже добавили через запятую ракет. То есть там уже выделяются деньги не только на артснаряды, но еще и на ракеты. Вот. Поэтому мы готовимся, как всегда, верим в нашу победу. И знаете, чтобы закольцевать эту тему, как сказал сегодня Зеленский, как тогда во Второй мировой войне победили зло, так и сейчас в нашей современности мы это зло обязательно победим. На этом поставлю многоточие. И при развитии этой ситуации мы с вами обязательно продолжим, но уже в следующих выпусках. Сейчас призываю вас подписаться на YouTube 24-го канала и подпишитесь, пожалуйста, на мой личный YouTube канал. Называется он Алексей Пичи. Почему это важно сделать? На этих двух платформах уже буквально через несколько минут после этого выпуска будет следующий выпуск с подведением итогов. И в нем мы обсудим с вами очень интересный поворот событий, который касается Китая. Потому что Китай вдруг сегодня заявил о том, что да, США допустили много ошибок в отношении с Китаем, но Китай очень сильно хочет улучшить свои отношения с Соединенными Штатами Америки. Ну и на фоне этого у нас и западные СМИ, и наш любимый Генри Киссинджер вдруг заявили о том, что оказывается при посредничестве Китая переговоры о завершении войны могут произойти до конца этого года. Откуда ноги такого заявления мы с вами обсудим уже в следующем выпуске. Сейчас попрошу вас поставьте лайк этому выпуску и напишите в комментариях ваше мнение по поводу той темы, которую мы обсудили. На этом все. Спасибо всем, кто доедался и традиционно закликаю. Верьте в Украину, верьте в ЗСУ, допомогайте один одному и нашим защитникам и тогда мы точно победим. Слава Украине, бережите себя, увидимся.